Даня, скажи, как вообще тренажеры? Ну, тренажеры... Как тебе тренажеры? Интересные тренажеры, подрастающие колени, я буду заниматься на них. Что ты можешь рассказать о них? Они тебе лично помогают в хоккее? Ну, тут технику можно потянуть, нормально. А почему ты тогда ее не подтягиваешь? Подтягиваю. Именно с такой позитивной ноты начался первый домашний матч Салавата Юлаева в 2017 году. В соперниках был московский «Спартак», хоккеистом которого уже нечего терять. Собственно, гости и показали свои зубы уже в дебюте игры, забросив две безответные шайбы. В первую смену пропустили первый гол, и потом второй гол тоже быстренько пропустили, и я думаю, в старте плохо сыграли. Второй период получился уже таким, каким его ждали наши болельщики. Уфимские хоккеисты трепетно взялись за дело, озадачивая оборону гостей. Красно-белые стали суетиться и позволили нашей команде перехватить инициативу. Последствия не заставили себя ждать. По ходу игрового отрезка подопечные Игоря Захаркина оформили четыре шайбы и отправили соперника в глубочайший нокдаун. Ну, и тренера, и мы сами понимая, поняли, что надо более-менее играть активно в атаке, прессинговать, потому что они начали ошибаться в защите, не выводить шайбу в зону, и нам это могло, и они начали удаляться. Мы реализовали большинство, и вот это вот так все получилось. Заключительный игровой отрезок стал бенефисом Никласа Светберга и оборонительной модели юлаевцев. Заброшенная «Спартаков» сами шайба добавила интриги, но не сказалась на результате. Денис Куляш по старой привычке включил заправского нападающего и забил в пустые ворота. Но в целом все равно команда должна работать, бороться, очень строже играть в обороне, не начинать с гандикапа в одну-две шайбы. Мы это делаем практически в каждом матче. В общем, есть нам над чем очень много работать. Болельщики уходили с трибун довольными до нельзя, но самое главное, что уфимцы порадовали нас победой в первом домашнем матче Нового года.